Доброе утро! У этой постановки есть своя история. Вам даже пришлось приглашать консультантов, мы знаем, из-за границы. Расскажите. И сколько лет уже спектаклю? Насколько он взрослый и состоявшийся? Сама идея о создании спектакля создалась задолго до его появления. То есть мы долго с режиссером Анной Вишневской выбирали этот материал, прочитали очень много работ. И когда остановились конкретно на работе Маркеса, мы по счастливому случаю поняли, что у нас есть знакомая, которая замужем за колумбийцем. Мы едем к ним в Дубай. Они в то время жили в Дубае. Отдыхать и в то же время поработать. И там я впервые познакомилась с испанским языком. Мне примерно вкратце как-то рассказали, показали, что за эта культура. Супруги Искра Вольхина и Хорхи Кастанеда были самыми главными консультантами в работе над этим спектаклем. Благодаря им звучит традиционная музыка именно в спектакле. Благодаря им из Колумбии были привезены традиционные инструменты и мелкий реквизит. Который тоже дополнил общую картинку. Можно узнать ваше мнение, причем и мужское, и роман, и ваше в том числе, и женское, о чем этот спектакль? Кто, что в нем видит? Зритель, приходя на этот спектакль, видит не только обличительный монолог героини, обращенный к мужчине. С которым она вместе прожила уже 25 лет. В этом монологии говорится, то есть эта героиня, она как лакмусовая бумажка. Но это жалоба на жизнь? Нет, она как лакмусовая бумажка, которая просвечивает всю жизнь Колумбии. Не только их совместную жизнь. Срез общества. Политика, общество, взаимоотношения людей друг с другом. То есть взаимоотношения мужчины и женщины. Вот сейчас, кстати, мужчины же, можно роману слово передать? Да, конечно. Ну, я думаю, что этот спектакль отражает всю жизнь главной героини. То есть от момента знакомства с ее мужем и до самого последнего момента расставания. То есть это за полтора часа 25 лет жизни общества Колумбийского в том числе. Да, все-таки было расставание, я так понимаю, вы сказали, до самого расставания. А, то есть вообще... Сейчас ты спрашиваешь, чем закончилось. Не надо про это спрашивать, Марин. Пойдем и посмотрим, да? Надо прийти и посмотреть. Обязательно приходите, слушайте. Дом дружбы народов. Как воспринимает зритель? Понимает он с вами? Можно сказать, что он с вами на одном языке говорит? По-разному воспринимает зритель этот спектакль. Последний раз я играла его 8 марта. Некоторым хотелось праздника, 8 марта же. А кто-то вот пришел и просто, посмотрев этот спектакль, задумался и... И посмотрел на свою жизнь. И посмотрел на свою жизнь. И переоценивает. Может быть, он в этом спектакле узнал не только себя, но и, может быть, кого-то из знакомых и так далее. Ну, то есть зритель в любом случае уйдет с мыслями какими-то. Ну, не просто это развлечение. Роман, а насколько сложно, я понимаю, что Марине в любом случае сложнее, потому что огромное количество текста, да, объем текста. Вот спектакль сейчас идет нечасто. Вот насколько сложно к нему возвращаться по прошествии времени, через три месяца, через полгода? Ну, вот как по мне, мне довольно-таки несложно, как музыканту. Человек, который отвечает за музыкальное оформление. Да, у меня один раз уже материал готов. Выучен, и теперь его довольно просто поднимать. И довольно не просто забыть. Да, потому что материал очень-очень яркий. Там вплоть от колумбийских национальных песен до страстных танго об этом спектакле. Так что... Марина, а вот вы как справляетесь? А как я справляюсь? Ну, дело в том, что там очень... Может, как раз наши коллеги покажут еще раз фотографии? Потому что вы в этом образе, ну, честно говоря... И, во-первых, это же сибирская девушка, которая играет вот эти все страсти, а у них ведь там все кипит совсем по-другому. Или это так нам кажется? Что там огонь? Да, и я не знаю, у меня почему-то вот с детства тянуло вот именно к латиноамериканским танцам. Мне нравилась испанская музыка. Ну, я не знаю почему, но, наверное, это и привело меня... Ну, вам очень это идет, этот образ, это вообще идеально вам. А как зритель? Вот, я так понимаю, там же вот обычно, если действие происходит на сцене, это все равно как-то разделяет. То здесь... А здесь идет взаимодействие со зрителем. То есть у меня, скажу по секрету, у меня зрители тоже исполняют некоторые роли. Встают? 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 Конечно, с удовольствием. И еще вопрос, который, ну, лично мне вот просто хотелось бы услышать ответ, насколько сложен жанр моноспектакля? Когда я понимаю, есть в лице Романа поддержка, он рядом, да? Но все-таки, когда вот все это, все это действие тянешь на себе. Один, одна. Ну, скажу, нелегко, далеко. Сколько сбрасываете за спектакль? Да я как-то не знаю. Я стройная, я про вес не забываюсь. Ну что ж, ребята, приглашайте сегодня, скажите, вот почему, найдите каждый по одной причине, почему стоит прийти и посмотреть спектакль «Любовная диатриба. Мужчине в кресле». Диатриба это что? Обличительный гневный монолог. Обличительный гневный монолог. Прошу, каждый по одной причине прийти сегодня в 19 часов в Дон Души народа. Приглашаем вас сегодня на спектакль. Вы каждый почерпнете для себя что-то новое и окунетесь в колумбийскую атмосферу. Страстей. Там будет звучать традиционная колумбийская музыка, просто колумбийская музыка. Ну, вы получите огромное удовольствие и так как День театра, мы вас очень ждем. Приходите. Ребят, мы в завершении поздравляем вас с этим праздником. Пусть у вас всегда будут аншлаги и интересный материал для работы. Спасибо. Спасибо и хорошего дня. Продолжение следует...